Всем привет, вы на канале Твенки Тайм, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я все-таки решила, что после серии по БГ будет день отпиха, перерыва, а потом снова в серии чего-то там, потому что... Потому что... Потому что так. Приказ об убийстве. Вам недолго, осталось носить эти арфистские улыбочки, Ориан отдала приказ. Убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится, принесите немного ее волос и сухожилий. Испранная желает сделать из них струны для собственной арфы. Это про Джихейру. А, Сталин. Сундучочек. Это у меня. Всякие. А теперь... Это возьму. Так. Окей. Окей. Что тут? Клетка. Которая никого нет. Ну, вот тут. Заметки о наблюдении. Похоже, что арфисты в городе действуют независимо друг от друга. Каждая ячейка знает только командира, которому подчиняется, а тот уже контролирует более обширную сеть. Это эффективный метод, позволяющий распределить усилия и обеспечить защиту ячеек, если в какой-то из них проникнут враги. Но, когда структура скомпрометирована и ее сила превращается в главную слабость, ни один арфист не сможет сказать, где началось заражение и как далеко оно распространилось. А пока они пытаются подстроиться, мы продолжаем работу избранных. Ну, удачной работы. Избранных. Работать вы, конечно, уже не сможете, но... Ну, это нормально. Тут что? Все. Нам надо, конечно, с Шахейрой поговорить. Ну... Ну, давайте сначала сюда сходим. Тут закрыто, где открыто, а что закрыто? Почему закрыто? Вот почему у правых Зевси. Астариан? Астариан? Привет. Ты мне нужен. Скоро там. Тут можно что-то поворовать у нас, да, знаете? Это мне. Это мне. И это мне. Это тоже мне. Как удивительно. Это же тоже мне. Кусачок. Пустой. Ладонный тростник. Кристалл. Красивый, конечно. Набрать его не буду, наверное. Смотри, как красивый кристалл. Сколько стоит? А, один. Мне не надо, поскольку. А чего у меня перевес, скажи? Наверное, это, потому что я ношу кучу всего. Но я для этого не приспособлена. Куманный шаг. Продавать бы все это. Это в лагерь. Это в лагерь. Доставила. Кстати, забавный факт. Если вы играете бардем или бардкой, а у вас нет инструмента, то он или она будет играть... Не играть, а свистеть. Просто свистеть. Вместо инструмента. Играли губами, скажем так. Пришлите сюда так же, как мы пришли. Так. Ну, в принципе, тут мы закончили. Как раз я ничего у него не буду. Фиг с ним. Можно поговорить. Разве что продать что-то. Что? Байдам Мордан Самонс Кирлис Наши арфисты оказались оборотними убийцами. Переговоры. Переговоры давай. Очень напряженные, как я смотрю. Я думаю, тебе пора. Мне нужно будет успеть перебраться, пока все остальное спрашивание завалилось. Большого вопроса не будет. Я достаточно имел дел с арфистами твердо. Я знаю, что не хочу знать ответов. Теперь уходи. А если я хочу поторговать? Поторговать. Сущий погибель. Прикольно, но мне она не нужна. Обстрела множество целей. Хочу. На, вот тебе. Всякую фигню могу отдать. Главное падение. Масло точности забирай. Воспомнение дурности убери. Воспомнение нету. Масло точности забирай злоба. У меня куча, конечно. Устойчивость. Так, кто-то что-то носит, что нужно продать нам? Вот так. Да, мы с тобой закончили пока. А, он стоит. Стой, вернись обратно, пожалуйста. Тут у нас тоже, что мы без каптеки. Бархатный эликсир. Бархатный. Спасибо. Спасибо. А, Василий великого лечения. А, у меня уже известно, да? Ну, ладно. Пляжа света какая-то. На суставах, наносимых на оружие. Интересный, ээээ, у этого челика. Интересный, ээээ, у этого челика. Этот чел напоминает мне сэра Хаммерлока из Бордерлендса. По внешке. Ну, немного. Благовония. Мне показалось, что где-то неподалеку дерьмуратэ жарит. Корот, чё у тебя есть? Ладно. Что у тебя, например, даже есть? Ей насрать на две нотки. Окей. Ну, как тебе сказать? Не то, чтобы тут что-то очень полезное для меня. Нет. Я ничего тебе не купила, чел. Вообще ничего. Ладно. Вот теперь можно идти. Боже, почему-то посветлело. Так, выключила светтик. Сюда. Ээээ, это? Шмотки, отлично. Шмотки-то хорошо. А-а-а. Сейчас мы будем расковаривать. Набер. О боже, Набер. Но я сохранюсь. Сейчас мы будем долго говорить с ним. Выстави их. Эээ, что выставить? Что выставить? Ты со мной заговорила? Никто со мной не говорит никогда. Кулаки-дурочина. Это чтобы пробовать хочу. Меня зовут Набер. Я будущий искатель приключений. Лучший на всем белом свете. Как только я пойму, каким искателем приключений хочу быть. Ты как считаешь? Боится, с меня не выйдет? Да мне насрать. Это лучше. Вот подсказка для начала. Меньше слов, больше ударов. Точно. Я тогда пойду поищу, что мне такое ударить, наверное. А больно не будет? Да нет, конечно нет. Конечно нет. Давай дальше. Ладно, это шедевр. Притвориться, что ты в ужасе. Моя моча прибывает в покое, а вот желчь поднимается. О май гаад. У тебя рот от природы не закрывается. И капельки. Окей, я уже придумал что-то новое. Велари. Барт, из тебя говно. Было бы славно отрезать тебе язык, но сперва хочу, чтобы ты обрушил эту карму на весь остальной город. Ладно, я не буду отвечать, давай. Где мой день рожденный торт? Ты что, молишься? Я жрица, а он сейчас тоже, да, жрица играет? Ну окей, ты что, молишься? У тебя это так классно выходит, может ты меня научишь? Я пытаюсь молиться. Лучше так, это будут таинства твои благословленные и освященные премудрые вечно сущий бог. Ну ты и дурак. Прикрати, придурок, понюхайте его в ответ. Ладно, что ты нюхаешь. Не, давай понюхаем в ответ. Это да, вот набер не нравится никому. Я не буду это отвечать, но продолжай. У них у всех такие лица сейчас были, типа, эх. Дискуссия. Волшебник, значит. О, она волшебница с мультиклассом. Потрясающе, в какой школе магии ты принадлежишь? Ага, понятно, колдун. Вот тебе договор, брось это дело. Это не договор, это просто приказ. А, я понял, круто. Чуть бы он не купился. Чел. О боже, монах. Тихонько попятится. Давайте всем отрядом тихонько попятимся. Сомневаюсь, что ты обретёшь покойно. Может, нам остальным повезёт. Я вор. Ну или плут, я с переводом не определился. Он этого не говорил, но это смешно в плане локализации. Так. Ничего подобного я тебя вижу. Вот ты стоишь. Ты за носом сидишь. Давайте второе. Ты закончил там? Окей, следопытом, да. О боже, у тебя не получается ничего. Я никого хуже тебя не встречала. Я не буду это обучать. Надеюсь, тебе понравятся эти последние долгие месяцы в полном одиночестве. Господи, черт возьми, почему так много работы так много? Я думал, что ты должен иметь партии. Может, ответ все это время будет глубоко внутри меня? Древняя искрота и знания. А, чародей. Угу. Да. Я родился, чтобы быть сорсером. Я могу чувствовать это. А она, чародейка, источник твоей магии и драконии наследия, как у меня? Я представляю, как им приходилось это озвучивать. О боже. Карлах, которая паладинка. В ахере. Боже, лицо старое. Да и у Карлах у них. Всех такие лица смешные. Я при разговоре с ним я не могу. Я его не принимаю. Реально? Но я готова, чтобы делать все. На моем счету немало ужасных деяний, но я ни о чем не сожалею так горестно, как о том, что слушаю тебя. Прошу тебя, просто уйди. Факт. Это же ты вечно со мной говоришь. Но вообще-то он по факту сейчас сказал. Систера не ужасно сковывает, скажи. Жизнь искателя приключений, наверное, просто не для меня. Мне правда очень нравится с тобой болтать. Мало что соглашаются именно разговаривать, так что я купил тебе подарок. Подпиши. И чем же нам теперь болтать, если не про жизнь искателя приключений? Стоп. Покати. Что если я перемешаю классы? Мультикласс из всех классов говно. Чтоб ты знал просто. Мы сделали невозможное. Слушали Набера, пока у него не кончились вопросы. Амулет уверенности в абсолют. Исполнение плюс один, запугивание минус один. Набер убежал. Как быстро растут дети. Ужас. Кошмар. Идея новых нарядов. Платки на лодыжке, галстуки, бабочки. Панама может выглядеть стильно. Плащи из шкуры ускользающего зверя сложно достать мне цирка. Воротники и жилеты тендем сразу на двоих. Окей. Надушенное письмо. Изящное письмо, от которого слышится ненавязчивый запах дорогих духов. Дорогая карма, на образце работ, представленные в вашей последней корреспонденции, получили исключительно положительные отзывы. В частности, эти восхитительные саломенные шляпки воспользовались огромным успехом. Лига корзиночников и плетенщиков посчитала, что их узоры и структура просто сказочные, а формы не слишком далеки от их привычных предпочтений. Они попросили доставить еще несколько образцов как можно скорее и пообещали в дальнейшем еще больше заказов. О, счастливый день! Госпожа Самлак, орден мастеров портных, закройщиков, торговцев, клуба Кавути. Письмо от Фигаро. Дорогая сестра, будь добра, не советую моим своим клиентам возвращаться в бутик многоликого. Я не желаю, чтобы они путали твои безвкусные творения с моими. Благословение тебе, Фигаро. Очень милый, братик. Валючая книга. Продвинутая книга по шитью, в которой прилагаются, например, запасные иглы и мерки в игре. Книга испрощена рукописными примечаниями, большинства приложений уже нет. Окей. Так, Кармен тут. Кармен там. Тебе никак не удается нащупать правильный мотив, Кармен. Вой брат в опасности его имя оказалось в списке серийного убийцы. Да и с братом вы не ладите. А? Дик? Окей. Может, Фигаро просто хотел, чтобы сестра была рядом. Вы же только что потеряли отца. Может, тебе не стоит взывать нос с ним в свое собачье дело. Так нужна одежда или что? Говорит. Дай тебе что-нибудь новое, и твой обмен. А, ну, это у тебя не очень, держи в курсе. Но я могу купить ее краску. Белая-алая, вот давай 4. 4 штучки купим. Лавандовая. Лавандовая краска. Кровово-вослевовая. Не, ну кровово-вослевая не надо. Темно-сиреневая. Давай. Нет, нет, нет. Черно-белая. Черно-кузничная. Черно-лазурная. Мне же делать нечего, кроме как тратить деньги, да? Да, конечно, все так, все так. Что это такое? Кровово-вослевовая. Ну, забери это. Северная синяя краска. Чудесно. Обезвеживатель тоже забирай. Идово. Я теряю ровно ничего. Ха-ха. А если... Что тут у нас? У нее, в принципе, нолят не очень. Я его скоро сменю. Да, у них всех не то, чтобы тоже очень супер-классные. Ну да ладно. Ладушки, ладушки. Давай. Где? Тут. Черно-раз... Господи. Черно-лазурная. Тебе. Да. Пусть так. Алло. Почему нет возможности покрасить сразу весь пак одежды? У Карлах, в принципе, ничего такое. Да его остали. Ну, пусть пока ходят. Вот у меня говно какое-то, если честно. Вот у меня говно какое-то, я его изменю. Ну, вот так вот. О, красиво. Красиво очень. Красивый цвет мне нравится. Но одежда все равно мне это не нравится. А свет классный. Цвет крутой. Какой-то был цвет. Не, ну круто выглядит. Смотри, как идея. Прекрасненькая такая. Ой, классно. Мне нравится. Она еще и темный соблазн. Стоп. Сюда. Подходит. Мы тут в этом, как бы, еще мысли-то не против. Так сказать, внеплановая проверка. Провер очка. Че у тебя тут? Краски. Да? Краски. Ладно, я не буду трогать ее краски. Я обычно их краду, потому что, ну, просто, почему нет? Ну, в этот раз не буду так быть. Короче. Вот здесь. Может, не долетим туда, да? Вот здесь можно пройти в комнату гортыша. Вот там вот по лесенке полететь вот сюда. Вот тут здесь пройти. И там тоже спокойно можно залезть. Пройти в комнату гортыша, чтобы что-то украсть. Заодно обезвредить ловушки. Убить там, кого вам надо. А с этой стороны внизу, по-моему, сундук. А вот здесь, вот тут вот, каменная стена, которая ведет в тюрьму. В принципе. Ладно, я потом с другой стороны зайду. Видишь, вот это? Меня пригласили на возведение в САН. У меня есть приглашение. Тебе не скажешь, что ты из высокородных. Последняя дверь направо, ступай. Ну, веселись. Астальян и Лазель, я думаю. Спасибо. Я пройду. Давайте. Гнус. Окей. Гнус. Гаманись. Давай. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Другие примут то, что вы отвергли. И эти другие станут вашей смертью. Неа. Это точно у гнуса точно на тебя, потом, кому обрушиваются воспоминания. И обрывки твоей истории написаны кровь и тысячи жертв. Годы, проведенные в поклонении Баалу, как ты возглавляла его безумную паству во время молитвы, жертвоприношений и резни. Ты была их хозяйкой, а он твоей, жестокий хозяин, владыка ужаса, преданный отец. Все действительно так, как ты боялась. Ты отродьебала его наследница, его дитя. Вот так вот. Темный соблазн отродьебала. Соблазн. Собраться, возможно, ты была ею, но точно не являешься сейчас. Поддаться соблазну, возможно, пришло время принять свое наследие. Все они болят твои руки. Как ты можешь искупить свой грех? Вспомнить, что была еще одна женщина, ставшая убийцей. Орен. Давай все они болят твоей руки, как ты можешь искупить свой грех. Истребляй своих братьев и сестер. Ты не последний своего рода, пока нет. Есть еще одна. Чудовище, облаченное в плоть, которое ты видела в колонии. Орен. Прямо встроить воссоединение семьи. Наберегись тех, кому открываешь душу. Не обратиться ли друг у врага, узнав, кто ты такая? Мои подруги-друзья. Мы не знаем, как вы тут оказались, но вы будете наказаны за вторжение. Лорд Горташ вас ожидает. Страш отступает на второй план, но его место занимает чье-то другое присутствие. Уверенное, подавляющее и властное. Горташ. Что вы думаете? Это чудесно, Горташ. Правда, это чудесно. Но. Где же ориентация? Закончилась. Пронюсь. Ладно, я с вами всеми потом поговорю или сейчас? Оборотни среди орфистов. Мой батя всегда восхищался и говорил, что они жертвовали жизнями ради нашей безопасности, ничего не требуя взамен. Мы же ведь разгоним этих тварей. Ради нашего города и в памяти ММС. Желание убивать снова тебя облевает, не так ли? Ты как это узнал? Слышишь, он заметил, что я не сплю несколько ночей подряд. Ты только не волнуйся. Но мне было явлено, что почти наверняка Владыка Бал, мой отец. Я сохранилась. Мне интересно, если я буду хранить молчание. Отмена. Отмена. Он... Надо ему рассказать. Я просто думала, что потом можно будет, а там чуть не появился диалог, поэтому я лучше расскажу сейчас. Я не знаю, что это отец. Я не знаю, что ты сплюсь на ночи. Угу. Сековенька. Скажи. У меня было видение, и я узнала, что я отродь ебала. Ну... Угу. 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 все еще и что у вас чеку факт с ауфин и кинчу реконекту джоу фамилию уже дитя троуя селфин а ну блядь окей как же ты себя чувствуешь мечтаешь о счастливом воссоединении с роднёй или хочешь забиться в самую глубокую яму никогда не вылезать оттуда мне очень страшно как я могу противиться богу он постоянно требует от меня крови второе откровенно говоря я самого начала это подозревала третье определенная выберу яму я должна выполнять волю отца даже тело мне почти не подчиняется это сам видел давай я это подозревала самого начала так смешно это сказал перспектива своими глазами видит роскошное кровопролитие конечно завораживать в прошлый раз я пропустил самое шикарное событие столяде я чувствовал себя полным дураком говорим о нас что мы для тебя такое обожаю эту линию этих меня знает вообще давайте пока примуж со всеми со всеми близкими объяснилось что ядро дебала дети богоубийств для тяжкое бремя ты больше чем те кто тебя породил больше чем скверна который пытается тебя поглотить у а мой френд дюкать и чизил дистаней чизбал урай польси позе картуша такая милаха даурин вообще офигевшая но тут еще такое тело выяснилось что ядро дебала кровь владыки убийства течет моих жилах у меня супер из нефигантин конец мать и с андон тегида он предъявил андин чак там 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 андин чак ну у нее такой практичненький ответ шоу эти три пайс с отчетю обау от дам притч с чисто притч за тренирую от улата а камон из нас он тенью хайки ноги грезен айти слайк ауз на хайпа на банк закройте с константин что я раньше никогда не видела этого диалога но в принципе после патча последнего тут много диалогов добавили поэтому верно это тоже лазер сказал что она не любит сов и и раздражает что не такие гибкие шеи да зашло ладно ладно окей окей что у нас по времени старший мозг похоже пытается противиться своим хозяинам неужели он действует по собственной флоре таких можно классно вот и же приятельная малыша у мила надеюсь он не доставил тебе слишком много хлопот слышал о его отце маринетка троицы мертвых такой позор сейчас он вверху нажми на скале посвящать гордыша варцкерцы я слышала торжество устраивает великолепное подходящий чтобы явиться без приглашение поднимайся поговорим после возьми с собой песик если сможешь не хотелось бы чтобы он пропустил усилие песика не будет во первых это во первых во вторых все-таки давайте сначала сходим сюда туда-сюда обратно так ставки возрождение культа балла тут лежит садре читаем отчет дэвэлэ фонтэйн хейт поди расследования по приказу сполла халлеа репортер был произведен прекрасный анализ общих червь нераскрытых убийствах в вратах балдура это приводит к неизбежному выводу что мы являемся свидетелями возрождения культа богоубийства балла как говорится в учебниках более 100 лет назад 1360-х годах преступной организации известная как железный трон была захвачена новым жестоким лидером сареваком анчивом этот саревак оказался так называемым отродием балла и мощью своей полу божественной крови чуть не разрушил весь город пока не был низвергнут героем известным как воспитанник горю на железный трон был раскромлен храм балла ушел в тень а с ним и культ убийства однако теперь трупы несущие на себе печать балла вновь обнаруживается на улицах фронт балдора их число все растет горожане беспокоены некоторые уже на грани паники огненный кулак привыкший к демонстрации силы эффективно привыкший что демонстрации силы эффективно устрашает преступников обнаруживает что привычные методы не срабатывают местонахождение старого храма балла давно утрачено так что нет смысла устраивать трейд в развалины нижнего города рекомендация необходимо как можно скорее организовать оперативный отряд по борьбе с баллистами чтобы обеспечить видимую реакцию на преступление сектантов нижнем городе науки что тут у вас окей а я хочу поторговать я хочу рыбать а если мы если лорд гортыш лично велел мне поговорить с тобой о моих нуждах тебе что не сообщили до обман и чего минусы будут старин лазер одобрили чё тебя стрелы убийства драконов гуманоидов дракона возьму нежити тоже возьму в принципе ничего интересного нет цвета я просто собираю для старина а вот это на забери и нужный амулет спасибо пока все продается и покупается а это приход тюрьму вроде да чё тут у нас плаката розыске 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 wanted iron hand gnomes wanted party of adventures with designs against the city armed and dangerous approach with caution это про нас это про нас было сейчас разыскивается отряд искателей приключений вооружены опасно с ним всегда его мышь ноут энд вагон тэш хэнсэм нобалу форта тэф хэн патч из айвэта сэти сэйн эфрэти прям красивый агэ только тухни на воплока фист бонус 10 сэлва он сэксэсэсэсэл рекрутмент тэф фрэнс о куэнтэнсэсэс туау ранг сэм нэн трансгресс сон эсплэсс дэй лорд галташ сэр сэр сохраняюсь так тут ничего не вижу я бы сюда зашла но я сюда зайду попозже у них тут не то чтобы что-то особо важное но вот я бы забрала там всякие зельчки всякое такое вот тут наверху тоже кстати лайк идите сюда ук ук а ну ладно окей я потом сюда схожу так и быть у нас мать мать гоносы гоносы А вы познакомились с товарищами и узнали нашу историю. Возможно, в результате вы решили, что теперь будете отстаивать справедливость защищать кротких и невинных. Следовать поступам великого Элдона. Забудьте эту чушь. Каждое слово в ней проклятая ложь. Балдурцы вовсе не кроткие и невинные. Единственная справедливость, которую большинство из них заслуживает, это хороший удар дубинкой по башке. Каждый из них либо уже преступник, либо в одной краже от того, чтобы им встать. Не доверяйте никому, потому что они уже вам точно доверять не станут. Это очень хорошо. Они не должны вам доверять и не должны вздрагивать при виде вашего приближения и глядеть в землю, когда вы проходите мимо. Штрах порождает порядок, а порядок порождает мир. И это ваш долг, чтобы там не болтали Улдер Рейвенгард, Лиара Портер или прочие так называемые блюстители справедливости. Поча, что ты делаешь? Ты замечаешь, как нам поспешно сует в карман отмычку? Пожалуйста, если хочешь, чтобы я им рассказала, как ты пытался украсть их вещи. Поча, что ты делаешь? Так ты выходи дезертир. Так ты выходи дезертир. Отдай все, что украл, ты когда проживешь достаточно долго, чтобы сбежать. Ага. Ну, она ведь малый и крепкий. Всем страшно, нафиг ты сюда пришел, чел. А ну, стой. А ну, стой, говорю. А ну-ка, не умничай, давай. Говорит. Тебе тут находиться нельзя. Та идите, ты знаешь, куда? Я сейчас тут вообще все обыщу, понятно? Мамуля, с прошлого письма я стал хуже спать. Проклятые головные боли меня держат от загода до рассвета, и с каждым разом все хуже и хуже. С работой тоже швах, с чего дьявол их расприяне вообразили, будто мы будем нужны, когда по улице вгромыхают эти огромные металлические ублюдки. Они ведь наше дело делают не лучше, просто громче. Вот вчера одна железка встретилась с парнем, не гильдийским и не зентом, насколько я понял, просто парнем. И тут на нее напал приступ ярости. Не знаю, чем дело кончилось, но будь я трижды проклят, если бы до столько хреновини на пути. Извини, как-то печально и мрачно получилось. Есть и хорошие новости, кормить стали лучше. Люблю тебя, мамуля, Крил. ПС, если у тебя есть какой-нибудь чай для сна, можешь мне прислать немного? Было бы здорово, как следует отдохнуть. Список пропавших товаров. Кольцо. Мой кинжал, мускальная шкатулка, свиток отвратительный смехтаж, один пропавший предмет, случайность, два повода для тревоги, три, новое воровство. Видите, что чего-то нет, медленно сообщите мне, Бакши. Знакомый дьявол, автобиография. Обливал ли когда-нибудь, когда-либо, бок вашей жилы чуждую кровь? Это страшная процедура даже для тех, кто выбрал пройти ее по собственной воле. Немногие стифлингов хотели, чтобы осмотреть завладел их телами, но их мнение никто не спрашивал. При этом и до коварного вмешательства архидьявола все прочие народы относились к нам не то, чтобы с приездью. Нам всегда приходилось мириться с ярлыком дьяволова отродья, словно бы одной единственной капляцкого ихра было достаточно, чтобы безвозвратно совратить любого. Занят нам люди или, скажем, эльфы сплошь и рядом сами продают свои души дьяволам, однако же никому не приходит в голову винить в этом порочность людской или эльфийской расы. И как нам спрашивается искупить вину, которой на нас просто нет? Я бы с радостью вонзил клинок в грудь каждого из исполнившихся проклятый ритуал колдунов, но месть одного тифлинга не отменит воли бога, тем более такого изворотливого, как властелина лжи. Когда каждый встречный считает тебя вором и еретиком, искушение стать им чрезвычайно велико. Меня останавливает лишь мысль, что ничто не порадовал бы Асмадея больше, чем наше коллективное падение. О, ну да, понимаю, жалко тифлингов. Ты стоишь буквально возле него, почему ты не можешь открыть? Ладно, мне надо, окей, ок, ладно. Не буду я пока обыскивать, но потом обыщу. Что у нас по времени? Дело в том, что я не особо сильно хочу сейчас смотреть на коронацию Гордыша. Типа... О, боже, ментары на вас нет. Ладно, ладно, пойдем на коронацию. Пойдем, пойдем. Туэлла... Угомонись. Типлинг слишком поддается собственным страстям. Ситуация взрывоопасная, не единая поводовая эмоциях. Так, утверждение, осторожнее, Карлок. Здесь мы не можем рисковать, устраивать драку. Ну да, не сейчас. Оши. На самом деле, это такой мини-спойлер, но с Гордышем можно заключить мир и не драться вообще. Прямо конкретно идти с ним до конца. Там тоже, конечно, свои прикольчики есть и будут, но... У них такой вариант есть, типа из всех, из всей троицы, мертвых, не мертвых, из всех, из всей троицы, короче, Орина, Миркул, не Миркул, Гэтрик и Гордыш, только с ним можно заключить, не драться. Эта обезьяна моя. Буду скринить. Вы же выйдете. Грань, что? Вы знаете друг друга? Мы нет. А он это мне. Просто ты меня знаешь, не только Карлок. О, я совсем забыл, у тебя же пропал вами, да? Орен мне говорила, что сделала с тебя картинку. Подумать только все время, что вы с Карлок путешествовали, она даже не подозревала, что ты одна из самых близких и дорогих мне подруг. Ты когда-то выпроснился и недомолвки думаешь, сейчас самое время. Элло, слышь? Не умничай. Именно мы с тобой придумали этот план. Мы долго обсуждали ошибки наших предшественников и как избежать их повторения. Мы поняли, что если объединимся перед троицей мертвых, ничто и никто не устроит. И мы объединились. Сначала добыли корону, затем починили себе мозг. Оставался лишь один шажок. Мы совершили бы грандиознейшую в истории религиозную мистификацию. Спросить императора, он говорит правду. Ты кровавый кинжал Баала, сейшь в городе панику, якобы ты меня Абсолют. Я тебе выполнила свою часть плана, не подпорти ориент все твои труды. Далее появляется чудовищное войско Абсолют под началом катрикаторма генерала Миркула. В таких обстоятельствах люди ищут сильного лидера, который обеспечит закон, порядок и защиту. Лидера, подобного мне, непоколебимой Тлани Бэйм, гаранта справедливости. Скоро ты увидишь, как жители врат Бау-Дросами вручат мне полную власть над ними. Все из-за страха перед Абсолют. А для своего бога верные поданные сделают все. Все шло хорошо, пока ты не пропала. Орен сообщила, что отныне будет говорить и действовать в имени храма Баала. Но она все испортила. В отличие от тебя, она не может держать себя в устье. Она не может контролировать себя. Ну да, короче, у нас-то пропадала память. Мы такие отродь ебала. И как оказывается, что темный соблазн на самом деле с самого начала был с троицей мертвых. Одним, одной, одним из них. Вместе с ними строил планы. А потом Орен такая, все, ты больше не с нами. И вообще, я забираю все лавры себе. Иди в жопу. Что-то сделала, у нас пропала память. Вот мы здесь. Ты так ничего не поняла. Я соберусь положить конец этой потной интриги. Так, ты ошибаешься, если считаешь, что я могу держать себя в руках. Вот я вернулась на конец и расплата близко. Как Орен посмела занять мое место? Она мне за это заплатит? Я ничего не помню. Но звучит великолепно. Вот я вернулась на конец и расплата близко. Верно. Ты, наконец, снова с нами, и твое вечное хладнокровие при тебе. Когда не стало Кэтрик, я стал бояться худшего. Что наш план, как и многие до него, не осуществить с расслабой между нами? Но мы еще можем осуществить свои желания. Ты здесь, нитерейский камень Торма с тобой. Знаешь, что для управления мозгом нужны все три камня. Без камня Торма мозг станет своим равным. Это плохо. Нас трясет не просто так. Если инфу не умешается, он скоро освободится с под властью короны. И первым делом, после этого он заразит все побережье мечи, включая тебя. Твоя призма ведь долго не протянет. И, наконец, великий план. Империя Алитида возрождается в ней, и мы будем в лучшем случае рабами, а в худшем... Перспектива печальная. Но страшной судьбы можно избежать, если мы возобновим наш прежний союз. Вместе мы сможем снова починить себе мозг. Что именно ты предлагаешь сделать вместе? Как гласит старинная мудрость, хрупкий союз нельзя укрепить, а можно только разрушить. Когда Катерика не стала, Орин предала наш план. Она же ждет получить нитерийские камни сама. И нужна кровь, ничего больше. А твоя кровь и моя для нее цены вдвойне. Я не боюсь. С ее убийцами ты уже встречалась. Она мастера... Что? Они мастера убивать. Знаю, до сих пор тебе повезло, но... Орин, она способна менять внешность быстрее, чем перчатки, тебе это уже известно. Она уже провела тебя однажды. Она из-за моей головы охотится. Да, защищен я хорошо, но и она свое дело знает. Если Орин получит нитерийских камней, все побережье сохрепнется в хаосе, а город в крови. Я не могу этого допустить. Я хочу возвеличить город, а не спалить до дла. Поэтому я обращусь к тебе, прежнему лидеру культа Бала. Прежней лидерке. Ты усказываешь почтение, это правильно. Что ты предлагаешь? Давай возобновим наш союз. Поклянемся верности друг другу духом и телом, и я не стану вредить тебе, а ты мне. Пока наш союз будет действовать, тебе не надо будет опасаться моей стальной стражи. Ты можешь оставить себе камень Торма. Когда же убьешь Орин, заберешь ее камень, принеси его сюда, и тогда три камня вновь соединятся. Вместе мы будем править Фаерном, как короли. Нет, больше. Как боги. Как абсолют. Темный соблазн, мерзкая жажда, одолевает тебя безжалостно до дурноты. Ты раздавишься живой в этом мире, и мертвый мир станет безраздельно твоим. Нет, сначала ты будешь править, а потом разрушать. Что скажешь? Будем ли мы союзниками? Да, клянусь перед лицом своего бога. Я используюся Торин, нет обнаружения мыслей, проницательность, внимательно рассмотреть вооружение лица движения. Гортыша можно ли доверять ему? Гортыш моргает спокойно и ритмично. Он стоит ровно, уверенно. Он действительно намерен разделить с тобой власть. Потому что я темный соблазн. Я подумаю, но ничего не обещаю. Я думаю, моя демонстрация добрых намерений не поможет тебе принять верное решение. Твой лагерь далеко не безопасное место. Один из твоих спутников двойник. Безликий. Кто именно сказать не могу, лучше выясни все сама. Ты увидишь, что я говорю правду. Безликий в твоем лагере, как приставленный к твоему горлу нож. Избавься от него быстрее, иначе наш союз проживет недолго. Так. Твоя остальная стража справится с Орин. Зачем тебе я? Орин трудноуловима, скажем так. Ватка у моей стража стальная, на песок просачивается у нее меж пальцем. Некоторые трудности лучше решать тихо, ведь люди это скот, послушный, управляемый, пока не впадет в панику. К тому же у тебя при себе камень, добытый из праного Меркула. Так зачем мне звать тебя врагом, если можно воскресить старую дружбу? Почему корона ослабла? Нет, она не ослабла. Но новый приказ она не исполнит, пока его не отдадут собранные вместе нитерийские камни. Когда она закончит выполнять нынешние приказы, то сможет творить все, что вздумает. Это кончится очень скверно для всех. Магия короны превратила тот мозг в нечто доселе невиданное. Нитерийский мозг. Сила его огромна. Если он освободится от таков, мы вряд ли снова починим его себе. Как мне искать Орин, если она легко менять свой облик? Даже воплощение кошмара нужен какой-то дом. Найди ее гнездо, убей ее там. Из твоего прежнего убежища храма Бала сейчас сразить ей. Помнишь ли ты, как найти его? Возможно. Это даже для меня загадка. Но возможности твои велики. Уверен, ты разнюхаешь, где он. Если потеряешь след, просто иди туда, где больше трупов. Мне нужно идти. Сначала будь нашей гостью при историческом событии. Я стану первым артикерциком в Ротбалдура. Хорошо, покончу я все-таки поскорее. На самом деле, я бы могла убить его прямо сейчас. Но не буду. Постоянно, добрый. Давай не беси меня. Много уважаемые герцоги, отцы города, дорогой Ревенгард. Я готов понимать вам. Напишем новую главу в истории города. Все дальше сами. Не, ну вы тоже сами читайте, если не знаете перевод. Энвар Горташ, swear'st thou by Baldurin's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? Я swear. Свеер'st thou true faith and fealty to the same by word, deed, and decree я буду молчать. Я буду молчать. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Это по-говорили, так сказать. Сохраняюсь. Давайте на этом, наверное, закончим. Мне нужно поскорее выложить серию, а то и на сегодня нет, а она будет долго делаться, поэтому сегодня чуть короче. Ладно, Скарла, плохое время закончили. Жулик и самозванец, но одет бежуплечно. Когда народ напуган, он готов на все, лишь поощущать себя в безопасности. Да, вот так. Ну, пишите, как вам эта серия, как вам вообще то, что мы отродье балла и коронация гортыша, и сам гортыш, как вам, наконец-то. Спасибо вам, Двинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!